Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова, и утренняя информационная бригада нашего канала. В Новгородской области продолжается программа по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения. Она стартовала 6 лет назад. За это время уверенными пользователями ПК и сети интернет стали 2600 пожилых новгородцев. На днях началось обучение по программе дистанционного курса, разработанного специально для пенсионеров-инвалидов. А в январе занятия начнутся и для остальных пожилых жителей области по программе с компьютером на «ты». Программа охватит пенсионеров не только областного центра, но и Старой Руссы, Валдая, Малой Вишеры и Боровичей. Занятия пройдут на базе образовательных учреждений. Всего планируется обучить 190 человек. Рассчитана где-то программа на 2-2,5 месяца. Они получат консультации и будут сразу же делать задания и пересылать преподавателю. Через тоже, через наш сайт. Они проучат одну тему, вторую. То есть 22 основных темы они проучат. 22 занятия, 22 часа – это учебные часы по 45 минут. На курсах пожилые люди научатся пользоваться компьютером, познакомятся с особенностями операционной системы, освоят электронную почту и общение через скайп, будут свободно ориентироваться в сети интернета и на портале госуслуг. Первые группы уже сформированы, однако шанс записаться на обучение есть у всех. Подать заявку на курсы компьютерной грамотности можно позвонив по телефону 98-7404. С нового года в Великом Новгороде снова повысится плата за детский сад. С января за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении придется заплатить уже не 98, а 105 рублей. Однако для многодетных родителей плата составит 63 рубля, а для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья – 52 рубля 50 копеек. Постановления и вся информация опубликованы на сайте администрации Великого Новгорода. На этой неделе в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России» Новгородскую область посетит делегация чемпионов и призеров Олимпийских игр старшего поколения. В ее составе 10 человек. Они посетят Великий Новгород и Валдай. В областном центре запланировано несколько встреч со школьниками, студентами и юными спортсменами. Сегодня в 15 часов олимпийцы встретятся с воспитанниками спортивной школы «Манеж». С сегодняшнего дня в Великом Новгороде открываются елочные базары. До 31 декабря с 9 утра до 8 вечера они будут работать по 18 адресам во всех районах города. Как всегда, живую елку можно будет купить на городских рынках Центральный, Кочетовский, Западный, на Псковской улице рядом с сельскохозяйственным рынком Южный, на Большомосковского торгового центра Восточный, на Федоровском ручье у Гагаринского рынка, на пересечении улицы Химиков и Ломоносова. Также елочные базары будут организованы в микрорайонах Волховский и в Кречевицах. Не забудьте, что за незаконно срубленную елку грозит штраф до 4 тысяч рублей с граждан, с должностных лиц уже до 40 тысяч, а юридическое лицо при нарушении заплатит уже 300 тысяч рублей. Так что нет смысла портить лес и новогоднее настроение. В преддверии Нового года в рамках проекта «Дизайн-платформа» в Великом Новгороде открылась выставка-инсталляция молодых художников «Биполярность». Неслучайная экспозиция расположилась на двух площадках. Зритель оказывается словно на границе между двумя полюсами. В первом зале у нас представлена инсталляция холодного зимнего леса, потому что Новый год для всех – это две стороны. Это какая-то зима, снег и вообще впечатление от того, как мы гуляем по зиме. А вторая инсталляция, она представляет теплый и уютный дом, как все уже сидят за новогодним столом, и все радостные, и довольные. Погрузиться в атмосферу Нового года, поразмышлять о его традициях и выйти за рамки привычного новгородцы смогут до 15 января. Выставка работает в Музее художественной культуры Новгородской земли на территории Десятинного монастыря. На этом пока все. Впереди прогноз погоды от центра ФОБОС. А я прощаюсь и желаю хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова